МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная картина уходящего дня в программе «Наше время». Я Александр Ефанов. Здравствуйте. И вначале участник аварии пытался скрыться с места происшествия. Страшная трагедия произошла сегодня на Элегской трассе. Там с утра близ села Дедуровка, столкнулись Volkswagen Tiguan и Нива. Водители-пассажир российского авто погибли до приезда скорой помощи. Он еще живой был, да, все, зажаты ноги у него были. Мы не смогли его ничего там оказать, ну, оказать никакой вообще абсолютно. Скорой он умер. Вот он, скорой скончался уже сейчас. А этот сразу, мгновенно, вот этот умер мужчина. Еще два пассажира Нивы вместе с водителем Tiguan были доставлены в больницу. И, как признавались очевидцы, в трагедии замешан еще и грузовик. Третья машина была, но уехала. Камаз вот тут вот стоял, чуть-чуть вот он постоял, наверное, минут пять и смотался. Дальнобой был, ушел. По предварительной версии, КамАЗ с прицепом протаранил Tiguan. Тот вылетел навстречу, где и столкнулся с Нивой. Грузовик пытался скрыться с места происшествия. ГИБДД весь день разыскивали КамАЗ. Были разосланы ориентировки. И, как стало известно, около часа назад водителя, возможно, причастного к ДТП, удалось найти. Другим темам. В Оренбурге подорожал бензин. За неделю он взлетел в цене в среднем на 50 копеек. Об этом сообщает Оренбургстад. Так, стоимость бензина марки АИ-92 составляет 35 рублей 41 копейку за литр. За АИ-95 придется отдать 38 рублей 90 копеек. АИ-80 обойдется в 34 рубля 50 копеек. Стало дороже едительное топливо. Оно стоит 38 рублей 57 копеек. С чем связано такое стремительное удорожание, неизвестно. Информацию пока не комментируют ни представители специальных ведомств, ни эксперты. Сайты, провоцирующие детей на самоубийство, продолжают заманивать свои сети. Центральный район и суд Оренбурга признал 13 подобных сообществ незаконными. Все они призывают подростков проститься с жизнью. Детей вовлекают в смертельную игру. И школьники, сами того не замечая, оказываются на грани жизни. Как уберечь детей и, главное, спасти ребенка от дурного влияния. Пути выхода из проблемы искала Екатерина Волкова. Я ненавижу свою жизнь. Здесь переписки, переписки. В судебном деле на десятках страниц страшные факты попыток подростков совершить суицид. Это распечатки сайтов, которые провоцируют детей на самоубийство. Чтобы их закрыть, с исковым заявлением к служителям Фемиды обратился прокурор Оренбурга. 23 января решение было подготовлено в окончательной форме в течение месяца. С 23 января по истечении месяца вступит законная сила. В Оренбурге незаконными признали 13 сайтов. Впрочем, бить тревогу начали еще в прошлом году. Сложную тему обсуждали в правительстве области. Там приводили страшную статистику. Наш регион в пятерке лидеров ПФО по количеству суицидов. Так, в 2015 году добровольно расстались жизнью 560 человек. И это не считает так называемых незавершенных попыток. Все запрещенные сайты, как правило, вхожи в специальный реестр. Там все интернет-объединения, которым ограничен доступ. Это под контролем Роскомнадзора. Попасть в черный список может каждый, кто выложит незаконную информацию. Ни в коем случае нельзя называть способы и методы самоубийства. Говорить о том, что это разумный выход из решения проблемы. Ну, конечно, место как бы не надо показывать. Нажимаем Enter клавиши, мы видим, что доступ к системе фильтрации нам его блокирует. Тем временем в школах кардинально борются со страшной модой. Все сайты, не относящиеся к учебе, блокируются. Потому вероятность зайти в социальные сети нулевая. В четвертой гимназии так вообще не разрешают пользоваться не только планшетами, но и телефонами. Мы непосредственно их отслеживаем. Ну, стараемся принять какие-то меры, советы, беседы. К строгим мерам ученики относятся с пониманием. Говорят, что педагоги волнуются за них и стараются предостеречь. Больше занять полезными делами. Ведь все беды от безделья. Выучил домашнее задание, и у него остается еще пять часов свободного времени. И чем занять, он себя вот не найдет, чем занять. Поэтому лезет в интернет, а там, естественно, полная свобода, никем не ограниченная. Собственно, из-за этого возникают все проблемы. Я думаю, что просто нужно загружать ребенка по полному в школе. То, что родителям надо больше присматриваться к детям, считают и те, кто с ними больше всего и работают. По мнению Елены Липкин, взрослым необходимо читать не сухие лекции, а раздавать полезные памятки. На что особо следует обратить внимание. Первое, не надо быть равнодушными. Второе, надо любить детей. И третье, все-таки, наверное, излишний какой-то контроль. То есть все нужно грамотно выстраивать. И в этом нам в помощь психологи, службу которых тоже надо развивать. Поговорить на чистоту и подумать, как оградить детей от группы смерти, в ближайшее время будут на городском родительском комитете. Он состоится 17 февраля. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Новый семестр в новом вузе. Бывшие студенты ОГАУ сегодня пошли на учебу в Оренбургский госуниверситет. Если имеет место дезинформация, например, где-то услышали, что кого-то не взяли в ОГУ, не верьте. Ни одному студенту, обратившемуся к нам из Оренбургского филиала Московского технологического института, Оренбургского государственного аграрного университета, мы не отказали. Ну и добавлю, как отметило руководство ОГУ, студенты не ощутят большой разницы в учебных планах. Ну а большинство дисциплин, изученных в ОГАУ, поставят им перезачетом. Нагоэтажка Ночкалова, вокруг которой долгое время не утихали споры, будет построена. Сегодня об этом нам заявили в администрации города. Накануне чиновники выдали фирме «Фокус» очередное разрешение на возведение Дума. 31 января департаментам выдано разрешение на строительство по переформатированному проекту. Здание на ЧКЛ-55. Был представлен полный комплект документов в соответствии с 51 статьей Городостроительного кодекса. Оснований для отказа нет. Строительство будет продолжено. В другом формате это 14-этажный жилой дом. По словам Сергея Бринева, нарушения, о которых говорила прокуратура, были устранены. Решение областного суда здесь ставит точку. На наш взгляд, нарушение осталось в прежнем проекте одно. Это 50 сантиметров того разрыва, который должен быть со стоматологической поликлиникой и жилым домом. Вот в данном проекте этого нарушения просто-напросто нет. Сниженная этажность, соответственно, и нормативы совершенно другие, которые применяются. Разрешение на строительство – это муниципальная услуга, которая делегирована нам Российской Федерацией. И мы обязаны в строгом соответствии с федеральным законом, а это Городостроительный кодекс, дать либо разрешение на строительство на заявку, либо мотивированный отказ. Заявка поступила четко через МФЦ с перечнем документов. Перечень документов соответствует Городостроительному кодексу. Этажей в доме Начкалова будет не 18, а 14. Это позволит урегулировать все спорные вопросы. Учитывая резонанс, который вызвала стройка, мои коллеги посмотрели новый проект. Что было и что стало, знает Юрий Мишенин. 31 января 2017 года ООО «Фокус» получил разрешение на строительство дома на улице Чкало. Директор ООО «Фокус» показывает новый проект. Как уверяет Александр Мещеряков, все пожелания людей, которые были озвучены в суде, те ошибки, которые были определены в первом проекте, устранены. Дом теперь 14-этажный. И новостройка нисколько не захватывает земли соседних многоэтажек. Решенный вопрос – парковки. Часть парковочных мест были размещены в участке, который был выделен под строительство. Другая часть парковок размещена вдоль улицы Чкалова. Опять же, по согласованию, все с администрацией города Оренбург. Новый проект прошел экспертизу. Положительные заключения дали в компании «Оринпрофэксперт». Там досконально проверили соответствие документа всем нормам, регламентам и требованиям. И официально заявляют, то, что дом теперь не 18-ти, а 14-этажный, решает все вопросы, в том числе и противопожарный. Все еще зависит от той техники пожарной, которая находится на обслуживании наших пожарных всех типов. Насколько я знаю, в 18-ти этажах по-другому выдвигаются и лестницы. По-другому ширина машин совершенно другая для обеспечения доступа. Там получается угол наклона лестницы к жилому дому совершенно другой. И машина должна далее отстоять от жилого дома, чем для 14-ти этажки. Когда уменьшили этажность, оно подошло совершенно по другой категории по пожарной опасности. И проезды уже те, что были, и что уже согласно новому проекту, ширина проезда в 4,2 метра. То есть получается, что полностью обеспечивается допуск для пожарных машин. И с любой точки дороги обеспечивается тушение пожара на любой высоте. Проект сейчас направили на проверку в Госстройнадзор. После оценки этой организации начнется строительство дома Начкалова. То, что документ пройдет, все согласования не сомневаются. По словам авторов, новый проект учитывает интересы всех. И тех, кто будет жить в новом доме, и тех, кто живет по соседству. ООО «Фокус» готовы идти на диалог с жителями соседних домов. При наличии конструктивных предложений. Мы готовы рассмотреть возможность улучшения существующих детских площадок, улучшения существующей территории, благоустроить ее, обновить, озеленить. Юрий Мишенин, Виктор Гошенев. Наше время. Дети-сироты получили ключи от новых квартир. Дом возвели на проспекте Победы. Каждый этап строительства представители городской администрации контролировали очень внимательно. И в итоге объект сдали в срок и без нареканий на качество. Понравилось ли новоселам новое жилье, увидели своими глазами и наши корреспонденты. Федор и Наталья Васютина осматривают свою новую квартиру. 34 квадратных метра. Теплая, уютная однушка с ремонтом и всем необходимым. Хорошие стены, неверовные очень. Окна вообще не пропускают. Не дуют, не продувают вообще ничего. Дверь нормальная. Благодаря его хорошие. Ключи новоселам раздали еще в понедельник. Так что у них было несколько дней, чтобы обжиться. Тех, благодаря кому мечты превратились в реальность, встречали благодарностями и угощениями. Торт на столе. Чай назовем его самоваром. И сейчас остался еще один штрих. Это Ивановой Анастасии Владимировне вручить договор на квартиру номер 23. Представители администрации отмечают. Уральская инвестиционная компания возвела дом качественно и в срок. Чиновники вместе с будущими новоселами следили за их работой от начала до конца. По завершению работ, соответственно, мы собрались, взяли в руки журнал и по каждой квартире составили все замечания, если они были. Если замечаний нет, тогда владелец подписывал и говорил, что замечаний нет. Примерная стоимость одной квартиры – миллион рублей. Из них четверть – федеральные деньги, остальные – региональные. По такой же схеме дома для детей-сирот строят по всей области. В прошлом году на эти цели было выделено 471 миллион рублей. И мы оценивали, что получат 454, то есть квартиры съемщика, жилье получилось даже чуть больше. Кстати, в соседнем подъезде тоже скоро новоселье. Здесь будут жить переселенцы из аварийного жилья. Такие же уютные и теплые квартиры почти готовы. Заселить их планируют в ближайшее время. Ольга Батрушев, Константин Воробьев. Наше время. Ну и приятная новость для пенсионеров. Февраль принес повышение страховых пенсий на 5%. В итоге средний размер пособия составит 13 620 рублей. Оно увеличится на 460 рублей. Ну и добавлю, в этом году индексация пенсий пройдет в два этапа. На 5% в феврале и 0,4% в апреле. Таким образом, суммарное повышение за год будет равно уровню инфляции. Ну и сегодня с утра федеральные информагентства преподнесли неприятный сюрприз. Ссылаясь на источники, близкие к правительству, сообщалось, что в России повышается пенсионный возраст. Для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65. Но Кабмин якобы выбирает момент для объявления этой новости. Однако, ближе к обеду информация была опровергнута. Как сообщила Ольга Голодец, правительство не принимало решение о повышении пенсионного возраста. Жилой комплекс есть, а автобусов нет. Обитатели новостроек за СКК Оренбуржья каждое утро завершают километровые прогулки до ближайшей остановки. В районе даже поставили новые павильоны, но обещанный транспорт сюда не пускают. Почему? Разобраться решил наш Иван Бер. Когда мы заселялись, говорили, что автобус будет ходить. Но до сих пор третий год живем, автобусы не ходят. Новый микрорайон на проспекте Гагарина под названием Оренбуржья возводится уже не первый год. За это время квартиры в этих домах купили и заселились около двух тысяч человек. А поскольку свой автомобиль есть далеко не у всех, то людям приходится пешком идти до ближайшей остановки. Как правило, это остановка мира на Гагарина. Все автобусы могут спокойно здесь ходить. Почему? Потому что я знаю, 50 лет за рулем, и здесь очень удобно ходить автобусом. Просто сначала не было санок, и поэтому 53-й автобус, он просто пролетал мимо. Люди не знали, где он останавливается. И поэтому вот такие были. Он несколько дней проходил здесь, и все, на этом закончилось. Ходить пешком, конечно, полезно, но только в хорошую погоду. А поскольку рядом с жилым комплексом степь, то зимние ветра здесь особенно холодные, и пешеходы, идя по тротуару, чувствуют себя как в сквозной трубе. К тому же идти, по словам жильцов, до ближайшей остановки почти километр. Пешком идешь с остановки до сюда, ветер, холодно. 53-й автобус пустили, а потом убрали. Не сказали, почему убрали? Нет, не знаю. Нужен автобус, нужен обязательно. Дети мои, очень много маленьких детей, здесь нужен автобус. Спустя два с половиной года после возведения первых жилых домов пассажирский транспорт все же направили и в эту сторону. Правда, ходил он здесь недолго. 53-й автобус забирал жильцов из этих домов всего две недели. Сказали, что дорога не предусматривает движение автотранспорта, то есть заужены места. То есть она не предусмотрена для крупногабаритных автобусов, и, как говорится, так как не позволяет проезжей части. Типа не разъедутся с повстречной части. Не разъедутся с повстречной части. Да, есть моменты, где под теплотрассой нет возможности проезда двух встречных автомобилей. Теперь о том, что когда-то людей развозили на работу и в школу от самого дома, напоминают только эти остановки, на которые общественный транспорт придет еще не скоро. Так что у жильцов, похоже, ситуация пока безвыходная. Ведь, как говорят чиновники, надо ждать окончания дорожного строительства по расширению и обустройству проезжей части. Иван Бир, Владимир Семенов. Наше время. Ну и сегодня мы связались с начальником управления пассажирского транспорта Максимом Фазулиным. Нам пояснили, что автобусы в район новостроек пускали в тестовом режиме. Но, однако, в ГИБДД вынесли запрет, поскольку проезжая часть там пока не обустроена по всем требованиям. Когда там будет организована инфраструктура соответствующая, потому что, насколько я знаю, планируется как раз-таки из дубков дорога пройти там. Как только там будут выполнены устроительные работы, я так понимаю, то есть по расширению, по тротуарам, по всему прочему, и возможно будет с точки зрения безопасности это сделать, Ну и сроки такого обустройства пока неизвестны. Все будет зависеть от темпов строительства новых жилых комплексов в Дубке и Оренбурге. Андрей Соломин покинул свой пост. Сегодня стало известно, что кресло руководителя управления Федеральной налоговой службы региона вакантно. Временно обязанности исполняет любовь прутовая. Кто может занять этот пост, пока не уточняется. От Оренбургского гимназиста до председателя Совета министров. В Кривическом музее сегодня открылась выставка, посвященная Георгию Маленкову. Наш земляк, выдающийся деятель сталинской эпохи, курировал создание ракетного вооружения и освободил колхозников от непосильных налогов. Ну и по сути, после смерти вождя Маленков полтора года был первым лицом государства. Вехи биографии и их отражение в истории у Виталия Запожникова. Уникальные экспонаты, документы и фотографии. Наглядная биография одного из ведущих политических деятелей сталинской эпохи Георгия Максимилиановича Маленкова. На фото он, что называется, как в гуще политических и экономических событий, так и посреди семейной идиллии, уже находясь в отставке. Он разный, зачастую таким, раньше никем невидимый. Ну это 30-е годы. А 30-е годы, они одновременно, как бы это и подъем, и с другой стороны это трагедия, понимаете. Ну мне кажется, несколько напряженный и грустный. И такой, ну период-то трагический. Маленков начинал в 30-е, но карьерного пика добился во время и после войны. И вошел в ближайшее окружение вождя. Он дал некоторые послабления колхозникам, стремился развивать сельское хозяйство интенсивным путем. Первым предложил увеличить выпуск товаров широкого потребления, курировал оборонку. Все дела связаны с войной, ГКО, создание авиационной, развитие авиационной промышленности, выезд на фронта и все вот это, деятельность. Потом мы считаем очень важным, сейчас почти не упоминается это, то, что он возглавил комитет ракетной техники. А ведь начинал свой жизненный путь Георгий Маленков простым оленбургским гимназистом, практически без намеков на будущую насыщенную судьбу. Потому и выставка одним из первых посетила именно наш город. Я думаю, что наша работа по воссозданию именно личности Георгия Маленкова на Оренбургской земле, она только началась. Таких людей забывать нельзя, потому что эти люди делали историю нашего государства. Виталий Сапожников, Дмитрий Примачек, Наше Время. В новый сезон с новыми акциями. Сегодня в Оренбургской областной филармонии начали продавать абонементы на самые яркие культурные события. Напомню, этот год для заведения предюбилейный 74 по счету. И организаторы обещают, он будет запоминающимся. Своей публике филармония предлагает 10 абонементов цикла большого концертного зала и 10 малого. Среди них как традиционные, такие как Стэн Вэй, «Вечера и музыкальные истории для взрослых и детей», так и ноу-хау, например, «Времена года в музыке» и многие другие. Это новый абонемент «Оперный класс», в котором наши слушатели смогут насладиться симфоническими и вокальными фрагментами из знаменитых опер европейских и русских композиторов. Это очень интересный хоровой абонемент, который называется «Месса оратория кантата», в котором будут представлены такие шедевры духовной музыки, как рэпли Моцарта, «Семь слов Христа на кресте Гайдена», приедет к нам знаменитая хоровая капелла имени Юрлова. Ну и напомню, новый сезон филармонии начнется в сентябре, однако запастись абонементами можно уже сегодня. Их стоимость начинается от 450 рублей и включает 3-4 посещения. На сегодня все. Эти и другие новости доступны на портале 56nv.ru. Будьте с нами, живите в наше время. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!